Светлана Краснова Одним из участников этого путешествия стал зареченский школьник Никита Астаев. Перед отправлением он и еще несколько ребят из других атомных городов поделились с нами своими ожиданиями от поездки. Вот что из этого вышло. О чем мечтает любой путешественник? Взобраться на вершину Эвереста, пройти через запутанные джунгли, может быть покататься на верблюдах по барханам? А как насчет путешествия в самую высокую и холодную точку планеты? Белые медведи, огромный ледокол и разноцветное северное сияние. Звучит захватывающе, но кажется практически невозможным, не правда ли? Настало время развеять ваши сомнения. Теперь даже такое путешествие стало доступным и оно состоится уже совсем скоро. Через несколько дней возьмет свой старт первый в стране детский рейс на Северный полюс. Экипаж самого большого атомного ледокола России «50 лет победы» покажет одаренным школьникам настоящую Арктику. Когда я узнала, что именно я буду представлять новоуральственную ледоколе, то я испытала чувство шока, потому что я понимаю, что скола Росатома дает мне огромную возможность и огромный шанс увидеть мир, увидеть большую землю, увидеть Северный полюс, познакомиться со множеством людей и узнать что-то новое. Я понимаю, что такой шанс выпадает мне всем, и я счастливчик. Подготовка к рейсу началась за несколько месяцев. Экипаж и организаторы постарались сделать все для того, чтобы путешествие для ребят стало безопасным, насыщенным и увлекательным. Совсем скоро состоится путешествие на ледоколе детей из городов от водоначальности. Посоветуйте ребятам, как подготовиться. Берите с собой хорошее настроение. Готовиться не надо. На судне все есть. Я уже рассказал, бытовые условия великолепные. Просто берите теплые вещи, хорошее настроение и вперед. Такое путешествие – уникальная возможность для ребят, ведь к Северному полюсу набираются лишь единицы. Школьники смогут увидеть то, что еще не видел никто из их сверстников. Для них откроется новый, еще мало исследованный мир со своими особенностями. Поэтому рейс обязательно станет для подростков одним из самых ярких впечатлений в жизни. А чего ты ждешь от этой поездки? Чего я жду? Ну, я хотел давно увидеть белых медведей. Это прямо одно из моих давнешних желаний. Они мне просто нравятся даже по фотографиям. Ну, также я хочу получить массу новых эмоций. Давно хочу узнать, как живут в море моряки, которые плавают на кораблях, на ледоколах. Хочу узнать, как, в принципе, устроен сам ледокол. Я тоже видел его только по фотографиям. Очень интересно его будет увидеть. От путешествия на Северный полюс, между того, что смогут стать капитаном своей судьбы, повернуть в неизвестном направлении и открыть себя. Вместе со всей радостью и предвкушением от предстоящего приключения ребята чувствуют и огромную ответственность. Перед отъездом школьники встретились с главами своих атомных городов, которые вручили им флаги. Теперь юные путешественники возьмут их с собой. Расскажи о своих впечатлениях, когда тебе рассказали о том, что ты едешь на ледокол, что ты чувствовал. Это же действительно большое чудо, когда ты попадаешь в семидесятку лучших детей со всей страны, которые попадут сюда только один раз. Это счастье, прежде всего, но и большая ответственность перед городом, перед страной. На самом деле это огромное счастье и огромная радость. Ведь такой шанс выпадает не каждому. Однако вместе с тем приходит осознание ответственности за школу, за город, за организацию, которую ты представляешь. Остается совсем немного времени до начала рейса. Школьники уже собрали теплые вещи и теперь готовы отправиться в путь. Но есть кое-что, без чего они не могут уплыть к Северному полюсу. А что ты возьмешь с собой, помимо личных вещей, что будет согревать тебя в этом холодном путешествии? Ну, я даже не знаю. У меня есть гитара. Я думаю, ее с собой я возьму. Как обычно, я буду петь песни с ребятами по вечерям. Еще одним важным пунктом в списке необходимого для путешествия являются цели, которые ребята ставят перед собой. Некоторыми из них они поделились и с нами. Надеюсь, что во время экспедиции доведется вновь окунуться в атмосферу проекта школы Росатома, в темп его жизни. А это значит, что впереди новые открытия, создание творческих продуктов, разработка новых идей, решение сложных предметных задач, знакомство с интересными людьми, общение со сверстниками и встреча со старыми друзьями. И, конечно, самое главное, что ребята возьмут с собой, это чувство патриотизма, настоящей гордости за свои атомные города и родную страну, которая обладает богатой историей, красивейшей природой и единственным в мире атомным ледокольным флотом. Я хочу им пожелать, неважно, плывешь ты на Северный полюс, либо ты просто живешь в своем городе, либо куда-то еще путешествуешь. Самое важное – это любить свою родину, свою родину, своих родителей, своих друзей, быть это, и нести это чувство с гордостью. Мы желаем ребятам незабываемого путешествия, ярких впечатлений и новых открытий. Со школы Росатома маленькие мечты превращаются в большие возможности. 1 сентября прошел один из главных школьных праздников – День знаний. В этом году традиционное мероприятие в Заречном проводилось по-особому. Мы не будем раскрывать всех секретов, поэтому подробности в следующем репортаже, подготовленном нашей съемочной группой. День знаний – это один из важных праздников для подрастающего поколения, их родителей и, конечно же, работников в сфере образования. 1 сентября очень масштабно отмечается по всей стране. В нашем Заречном Пензенской области этот день празднуется по-особенному. Уникальная программа, специально проработанная Департаментом образования нашего города, делает первый день осени особенно интересным и насыщенным для школьников. Каждый год организаторы наполняют этот день все большим количеством изюминок. Интересно, что же они подготовили для зареченцев в этом году? Мы расскажем вам прямо сейчас. В этом году старт общегородскому празднику День знаний был дан на торжественных линейках в школах города. После которых в каждом классе прошел урок «А мы из Пензы» – наследники победителей. Затем торжество переместилось на Центральную площадь, где проводился уже традиционный для нашего города пора созидателей. Распогнули сферы в бескрайнюю и удивительную страну знаний. У нас в городе созданы все условия для того, чтобы развивать творческие способности. В одной большой колонне соединились три поколения. Те, кто стоял у истоков создания Заречного, градообразующего предприятия и многих других учреждений. Те, кто уже сейчас продолжает их работу. И те, кто только находится в процессе познания окружающего мира и совсем скоро станет последователем своих мам и пап, бабушек и дедушек. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, открыта. Торжественная линейка для юных участников парада, первоклассников и выпускников школ началась гимном Российской Федерации. С приветственным словом к ветеранам, школьникам, их родителям и учителям обратился глава города Олег Климанов. Сегодня на этой площади все, кто имеет активную жизненную позицию, кто по праву может называться Зареченцем, гражданином страны Росатом. Я уверен, что новый учебный год станет еще лучше, чем прежние годы. Я поздравляю всех с праздником. В рамках парада Созидателей Зареченцы ежегодно чествуют тех, благодаря кому мы живем в таком прекрасном городе, а также приветствуют юных жителей, у которых впереди еще много свершений. Я иду в школу, в первый класс, у меня есть войнение, мне хочется. Парад Созидателей – это мероприятие, которое связывает поколения, помогает сохранить память и пронести историю создания и развития Заречного через года. Особо волнительным был момент, когда на Северном полюсе я развернул флаг нашего города, города, в котором хочется жить. С той же целью госкорпорации «Росатом» в 2016 году был организован всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». Три года подряд школьники готовили видеосюжеты о людях, строивших наши атомные города, а теперь они пишут сочинения. Галина Викторовна, расскажите, пожалуйста, о проекте «Слава Созидателям» в нашем городе. Как Вы считаете, насколько он актуален для зреченцев? Наш город участвует в проекте «Слава Созидателям» с самого начала, с 2016 года. Конечно, он актуален, этот проект, не только для нашего города, но и для всех городов в присутствии госкорпорации, потому что благодаря этому проекту увековечивается память о тех людях, которые создавали атомные города и вообще атомную отрасль в целом. Ветераны, которые имеют силы и желания, приходят в школу, встречаются с ребятами. Посмотрите, вот какой интерес вызывает у ребят сочинение. То наследие, которое оставляют ветераны своим внукам, детям, своим потомкам, это наша гордость. Это гордость того поколения, которое видят еще, чувствуют наши дети, наши внуки. И очень приятно, что такие праздники, такие проекты создаются для того, чтобы оставить все в памяти. В этом году во Всероссийском творческом конкурсе «Слава Созидателям» приняли участие 1159 зареченских школьников. 57 работ в трех возрастных группах были признаны лучшими, а 17 из них отправлены на федеральный этап. Героями сочинений юных зареченцев становились разные люди. Работники производственного объединения «Старт», ветераны учреждений города и атомной промышленности. Одной из них стала Нина Александровна Глазер. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, что для вас конкурс «Слава Созидателям». Конкурс «Слава Созидателям» я приняла в этом году в нем участие, так как моя внучка писала такое сочинение. Я считаю, что это важный конкурс, он служит для связи поколений. Вот, допустим, я бы ей просто так не рассказала обо всей своей трудовой деятельности, о том, какой вклад наша семья внесла в Росатом, тогда это было Министерство среднего машиностроения. И когда я ей все рассказала, мне кажется, я даже в ее глазах выросла, и мне самой очень приятны эти воспоминания. Одной из отличительных особенностей парада «Созидателей» в этом году стало торжественное награждение призеров и победителей муниципального этапа этого творческого конкурса. Для наших бабушек, дедушек этот завод на самом деле значил очень многое. Вот, например, для Мани, бабушки и дедушки, на этом заводе прошла целая жизнь. Я решила принять участие в конкурсе «Слава Созидателям», потому что этот конкурс дает возможность его участникам узнать больше о истории нашего города и о людях, которые стояли у его истоков. На церемонии награждения юным зареченцам были вручены грамоты и ценные призы от спонсоров и федеральных координаторов проекта. Ребят поздравлял лично глава города Олег Климанов. Визителями в старшей возрастной категории становятся Красного Светуана, ученица школы номер 225. Спасибо. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» Вот уже несколько лет одно из важных событий для школьников из атомных городов. Я участвовала в этом конкурсе впервые в этом году, и мне было очень интересно, поскольку я смогла лучше познакомиться с историей не только родного города, но и с историей своей семьи. Мое участие оказалось вполне удачным. Я стала победителем муниципального этапа в старшей возрастной группе, чему очень рада. Слава Созидателям А это значит, что настало время двигаться дальше. Прямо сейчас День знаний перемещается в парк Димакова, где раскинулся детский квартал. Пойдемте узнаем, что интересного приготовили организаторы для школьников в этом году. Детский квартал – уникальное место, которое несколько раз в год объединяет не только юных горожан Заречного, но и взрослых. В традиционном местном проведении этого события становится сквер Димакова, где на всей территории за несколько часов разворачивают свои площадки все образовательные организации города. В этот раз главным поводом очередного появления образовательной аллеи Детский квартал стал общегородской праздник День знаний. И уже совсем скоро сквер Димакова, где развернулась образовательная аллея, наполнился детским смехом, звонкими голосами и радостными возгласами. Мы добрались до парка Димакова, где раскинулся детский квартал. Здесь очень много интересных площадок, которые привлекают огромное количество детей. Одна из них – площадка, где можно собрать карту Российской Федерации. В этом году проект «Детский квартал» реализуется при поддержке гранта Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Проспект Ярких Побед, улица Творчества, Забоведный Бульвар, проспект Юных Интеллектуалов. Именно здесь можно найти себе занятие творческого или технического, экологического или образовательного, патриотического или спортивного направления. Площадки занимательных опытов и технического творчества традиционно одни из самых многочисленных на празднике. Детский квартал – это место, которое позволяет знакомить детей с наукой и активно ее популяризировать. Один из пунктов патриотического направления появился благодаря детям. Идея проекта «Битва Великой Отечественной войны» зародилась во второй смене в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в День знаний. Событию дан старт. Сегодня в детском квартале еще стартовал проект, который называется «Великие битвы Великой Отечественной войны». И сегодня у нас здесь квест по первой битве, по Курской битве. Ребятам было предложено три площадки, интерактивные задания и на внимание, и на умение пользоваться QR-кодом, и информацией из интернета, и различные творческие задания детям были предложены. Но главная цель, конечно же, сообщить как можно больше информации детям по Курской битве. А на этой площадке дети могут познакомиться с настоящей военной техникой, что помогает поднять их патриотический дух и является составляющей военно-патриотического воспитания. В рамках общегородского Дня знаний в детском квартале прошел квест. В нем приняли участие команды от всех школ города. Ребята должны были пройти 10 площадок на пяти улицах детского квартала и выполнить задания, подготовленные организаторами. Основная задача каждой команды – собрать наибольшее количество наклеек за выполненные задания. Важно отметить, что каждую школу представляли ребята с пятого по восьмой класс. Такой состав помогает находить неординарные решения поставленной задачи и развивать навыки общения. После того, как команды получили маршрутные листы, ребята отправились искать площадки, обозначенные белыми шариками. Именно на них проходили основные состязания квеста. Задания для ребят были очень разнообразными. На одной из станций участники собирали большой пазл исторической фотографии Заречного и вспоминали историю этих мест. На спортивном этапе школьники окунулись в атмосферу прошедшего чемпионата мира по футболу. Здесь каждый мог потренироваться в меткости и поразить ворота соперников. Важной была площадка, посвященная профилактике негативных проявлений в жизни. На ней ребята разбирали, как поступить в той или иной сложной ситуации. На патриотической станции участники квеста вспомнили важные даты из истории нашей страны, а также запечатлели на стене имена своих родственников, участников Великой Отечественной войны или оставили слова благодарности тем, кто сражался за нашу Родину. На остальных пунктах команды выполняли задания экологического, творческого направлений, знакомились с волонтерским движением. Вероника, расскажи, пожалуйста, чем тебе запомнился квест? Мне очень понравилось. Мы ходили по станциям, нам выполняли разные задания. Было очень весело. Нам давали наклейки. Мне очень понравилось. А что полезного для тебя было на этом квесте? Что нового узнала? Я очень много узнала о Великой Отечественной войне. В принципе, супер. Опять подружились с командой, то есть сплоченность. Было весело, зажигательно. Получили призы, море эмоций. По итогам квеста все команды получили призы. Детский квартал – это место, где результаты своей работы представляют проекты госкорпорации «Росатом», реализуемые нашим городом, в которых зареченцы принимают активное участие. В этом году таких было пять. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям», программы «Территория культуры Росатома», международный детский проект «Нуклеор Кидс», атомный воркаут и популярный в нашем городе образовательный проект «Школа Росатома». Последний из них является особенно значимым для многих зареченских школьников. Я думаю, вы сами знаете, насколько участие в проекте может поменять жизнь и вообще профориентацию взять. Для педагогов то же самое. Здесь их профессиональный рост. В городе появились два новых учреждения инновационных. В общем, мне проект очень нравится. Я желаю проекту только процветания и развития. И очень рада и горжусь тем, что наш город активный участник этого проекта. Детский квартал не стал бы местом притяжения огромного количества зареченцев без насыщенной и интересной программы. Каждый год она задолго и детально прорабатывается коллективом Департамента образования нашего города и всеми образовательными организациями. Креативные, молодые и энергичные люди ежегодно придумывают для школьников что-то новое. Наполняют парк все большим количеством интерактивных площадок и стараются сделать так, чтобы детский квартал остался ярким воспоминанием для каждого. Детский квартал Заречна проходит космически классно. Здесь много фотозон и интересных площадок. Общегородской праздник День знаний 2019 еще надолго запомнится юным зареченцем как красочный, интересный и насыщенный день, который подарил хорошее настроение и зарядил энергией на целый учебный год. Светлана Краснова, Ксения Митюрникова, Карина Краснова, Наталья Музыка, Филипп Пышин специально для телепередачи «Лестница». Полные версии наших сюжетов вы сможете найти на официальных страницах студии, журналистики, авторах в социальных сетях и на видеохостинге YouTube. А сейчас мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Встретимся ровно через две недели в это же время. До свидания.